40 миллионов посылок в день. Людям по всему миру подарки в эти дни приносят не Санта-Клаусы в красных шубах, а люди в коричневых костюмах и черных сапогах. Для одной из старейших и самых крупных почтовых служб в мире американской компании UPS зимние праздники – самая горячая пора в году. В праздничный сезон свыше 85 тысяч водителей садятся за руль вот таких вот грузовиков для того, чтобы только в США доставить свыше 800 миллионов посылок. Однако, чтобы стать водителем такого фургона, нужно пройти специальную подготовку. Школа курьеров UPS Integrat в Эндовери, что в пригороде Вашингтона, одна из 12 существующих в мире. Успешно окончить это учреждение удается далеко не каждому. Это не такая простая работа, как кажется на первый взгляд. Наши курьеры должны водить огромные грузовики, при этом соблюдая все меры безопасности, эффективно работать с клиентами. Так что эти курсы требуют определенных усилий. В приоритете не теория, а практика обучения. Например, как разместить посылки внутри грузовика, как правильно погрузить их в тележку и даже как входить и выходить из фургона. Сенсоры установлены на ступеньках, рукоятке и на пластине перед входом в грузовик. Они измеряют нагрузку на тело и отображают показатели на компьютере. Мы просим учеников зайти в грузовик два раза, используя три точки опоры, а затем только две. Потом мы сравниваем результаты. В моем случае, если зайду неправильно, это лишние 32 килограмма нагрузки на мои суставы. При среднем весе водителя в 77 килограммов такая разница выливается в лишние 6,5 тысяч килограммов в день, что за 20 лет превратится в невероятное число – 34 миллиона килограммов нагрузки на ваше тело, которых можно было бы избежать. Камеры и датчики фиксируют здесь все – каждое движение, каждый шаг курьера, вплоть до доли секунды. Все данные затем обрабатываются. Через ЮПС ежедневно проходит около 6,5% внутреннего валового продукта США. Поэтому так важно обучение. Нам нужны сотрудники, которые могли бы справиться с такой ответственностью и нагрузкой, особенно в сезон праздников, когда эта нагрузка удваивается. Здесь тренируют, как преодолевать препятствия с нагруженной тележкой, как с огромной посылкой в руках, не поскользнувшись, пройти по обледенелой дорожке или по мокрому полу на кухне ресторана. Ну как вы думаете, у меня получилось? Я думаю, ты готов стать курьером ЮПС. Следующий этап – занятия по вождению. Сначала они проходят в виртуальной среде, которая максимально приближена к реальности. Водители-курьеры учатся вовремя замечать пешеходов, другие машины и дорожные знаки. А главное – реагировать на внештатные ситуации. Затем новички садятся за руль уже настоящего грузовика. Занятия сначала проходят на специальной площадке в виде небольшого городка с улицами, дорожными знаками и тротуарами. И, наконец, последнее испытание перед экзаменами – выезд в город вместе с инструктором. Слева свободно. Я принимаю решение повернуть направо. Смотрю в правое зеркало, чтобы оставаться в полосе и не задеть бордюр. Подаем сигнал для пешехода. За год почти полмиллиона сотрудников ЮПС доставляют свыше пяти миллиардов посылок в более чем 220 странах мира. Обучение работников – жизненно необходимый для компании процесс. Ведь такая гигантская мировая структура должна работать как часы.